В результате приватизации, закон о приватизации, в распоряжении администрации области было заложено 25% акций всех государственных предприятий, которые подлежали приватизации. Так вот, я бы, не знаю, я говорил или нет, когда началась приватизация, а приватизацию осуществлял лично я в тот момент, меня пригласил Чубайса, говорит, Геннадий Васильевич, не мешай его приватизации. На ломака, в смысле? Да, 5-7% акций будут твои. Я говорю, слушай, Анатолий Борисович, это будет не в интересах жителей области, да и всего российского народа. Ну что ж, без себя обойдемся. То же самое я сказал Гайдару, затем руководителю администрации президента Петрова, но это не входило в планы, как мы сегодня говорим, семьи. И вот когда вы говорите, 25% это все-таки большой процент, который и почему вот на меня давили, чтобы я продал эти 25% акций Лисину, и он стал бы полностью собственным. И тогда влияние администрации области практически становится нулевым. А 25% акций, это и с учетом, все-таки, как мы говорим, административного ресурса и так далее, мы могли бы влиять на эффективность работы комбината, на отчисление в бюджет, распоряжение прибылью и так далее, подобное. Геннадий Васильевич, Вы Лисину не продали 25%, а кто ему продал их? Я и говорю, Наролин и Королев, именно как только меня освободили, так тут же они продали эти 25%. Хотя оснований для этого совершенно не было. Потеряв 25%, то есть получив какую-то сумму, я даже сейчас не помню, но это мизерная сумма, фортиши и зарасходовали, и нет. А 25% это влияние на прибыль, распределение прибыли и так далее, это поступление в областной бюджет, потому что 25% акций принадлежало области. Это большая... Геннадий Васильевич, так вот, выходит, Олег Петрович, он сделал, как говорится, оказал очень огромную услугу Лисину, да? Да, фактически. А почему же у них потом, на протяжении всех 15 лет, что сейчас у власти Олег Петрович, почему между ними идет война? Как Вы считаете? Дело в том, что оказавшись, по сути дела, без средств на существование области, в результате того, что у Лисина оказалась практически 100% акций, естественно, где-то нужно деньги-то добывать. А где добывать? Вступать в конфликтную ситуацию, фактически, Лисин, то есть его провоцировать и так далее. А не лучше дружить в такой ситуации? Так можно других, но не такой человек Королев. Он, в нем заложен диктат. Это партийный работник, я сказал, я тут хозяин, ты должен то-то, то-то. А в нашей рыночной ситуации уже этот диктат, честно говоря, не проходит. И, вероятно, у Лисина есть завязки на Кремль и так далее, когда все эти его притязания, именно вследствие этого испортились отношения. Именно вследствие этого в свое время Лисин пытался войти, вернее, стать губернатором области. Но тут, то есть, я хочу сказать, именно вот ситуация, что Королев оказался без средств существования, а ведь 70% поступлений в бюджеты шло от комбината по всей области, а здесь вдруг ничего. И поэтому возник конфликт. Игорь Васильевич, ну и, как говорится, мир между ними-то и не видно. Чем вы думаете, все это закончится? Противостояние губернатора и руководственного? Нет, только одно. Смена нынешних руководителей. Это партийные работники, которые, в принципе, не знают, как управлять экономикой, не знают, что это такое и так далее. Все построение их деятельности – это диктат. Я сказал, я это, я тебя прижму, я тебя придавлю и так далее, и тому подобное. И все. Смена, только смена подбора другого кандидата, который мог найти понимание с Лисиным. И я не думаю, что Лисин уж такой жадюга, грубо говоря, чтобы не оказывать соответствующее содействие развитию области. Вот и все.